Тебе понравился Джокер в исполнении Хоакина Феникса? Напиши в комментариях, не забудь про лайк и приятного просмотра. Спасибо, что пришел. Спасибо за приглашение. Я смотрел вчера Джокера и признаюсь, что теперь немного боюсь тебя. Да ладно тебе. Это действительно было потрясающе и невероятное исполнение. Ты гордишься этим? Понимаешь, насколько оно хорошее? Наверное, это тяжелый вопрос. Нелегкий. Ты будешь выглядеть козлом, если скажешь да, но соврешь, если скажешь нет. Вот именно, ты меня понимаешь, все так и есть. Тогда я сам это скажу. Все нормально. Ты был великолепен. Спасибо. Сейчас ты выглядишь мускулистым, но в кино ты был очень тощим. Прям болезненно худым. А сколько килограммов ты сбросил для этой роли? Ну, даже не знаю. Наверное, много. Да не очень. Значит, немного. А там настолько все тяжело, насколько я думаю. Иметь ограниченное время и группу людей, рассчитывающих на тебя, что ты сможешь сделать вес для фильма. Иногда бывает тяжело. Но в этом также есть что-то вдохновляющее. Правда? Да. Что? Прежде всего, это уровень самоконтроля, которым ты обладеваешь. Ну, в самом начале ты истощен. Ты смотришь на лестничный пролет, и тебе нужно время, чтобы уговорить себя подняться. Я смогу это сделать. У меня получится. Но когда ты достигаешь необходимого веса, то я даже не знаю, что происходит. Это невероятно. Ты вдруг начинаешь ощущать прилив энергии. Может, твой желудок уменьшается до размеров изюминки, и тебе больше не хочется есть? Кушать все-таки хочется. Серьезно? Да, да, да. Бывает, я сам голодаю в течение дня, и весь этот день провожу за просмотров рецептов онлайн. Я вижу рецепт и говорю себе, о, надо это запомнить, надо сделать этот чизбургер, и это нужно приготовить. Да, это тяжело, и ты не можешь смотреть ТВ, потому что обязательно будет реклама еды, и это бесит. Ты прав. И ты такой думаешь, ну все, я иду в Сизлер. Не, я веган, я туда не хожу. Но у них там есть много бобов. Да, это порой странным образом сводит тебя с ума, тебе снятся сны и все такое. А бывает, что идешь с кем-то поужинать, и сидишь там, и ничего не ешь? Нет, ты перестаешь общаться. Перестаешь общаться? Да, именно. Многие не осознают, что все наше социальное взаимодействие связано вокруг еды и напитков. Если у тебя этого нет, то ты начинаешь думать, какого хрена я тут делаю? И приходится объяснять официанту, я не ем, я снимаюсь в кино, оу, а в каком фильме вы снимаете? Мы снимаем Джокера. Нельзя это говорить. И ты не можешь об этом говорить? Абсолютно не могу. Все еще не можешь говорить о фильме, да? Это все еще тайна? Ну, может и могу. Но, возможно, тебе не следует. Может, проверим? Посмотрим, куда это нас заведет. Продолжение следует...